Беседа 35. Матфея 10.34. 383. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Опять Спаситель предсказывает великие скорби, притом гораздо многочисленнейшие, и что ученики могли бы ему возразить, о том сам говорит им наперед. Именно, чтобы, слыша слова его, они сказали, «Итак, ты пришел для того, чтобы погубить нас и наших последователей, и вожечь на земле всеобщую брань?» Он сам предупреждает их, говоря, «Не пришел принести мир на землю». Как же сам он заповедовал им, входя в каждый дом, приветствовать миром? Почему же равным образом ангелы воспевали «Слава Вышних Богу на земле мир»? Почему даже и все пророки благовествовали о том же? Потому что тогда особенный водворяется мир, когда зараженное болезнью отсекается, когда враждебное отделяется. Только таким образом возможно небо соединиться с землею. Ведь и врач тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от них неизлечимый член. Равный военачальник восстанавливает спокойствие, когда разрушает согласие между заговорщиками. Так было и престол потворения. Худой мир разрушен добрым несогласием, и водворен мир. Так и Павел поселил раздор между согласившимися против него. А согласие против Ноуфея было хуже всякой войны. Единомыслие не всегда бывает хорошо, и разбойники бывают согласны. И так брань была следствием не Христового определения, а делом воли самих людей. Сам Христос хотел, чтобы все были единомысленны в деле благочестия. Но как люди разделились между собой, то и произошла брань. Впрочем, Он не так сказал, а что же, говорит, не пришел принести мир, чем Сам утешает их. Не думайте, говорит, что вы виноваты в этом. Я это делаю, потому что люди имеют такие расположения. И так не смущайтесь, как будто эта брань возникла сверхчаяния. Для того Я и пришел, чтобы произвести брань. Такова именно Моя воля. И так не смущайтесь тем, что на земле будут брани и злоумышления. Когда худшее будет отсечено, тогда с лучшим соединится небо. Так Христос говорит для того, чтобы укрепить учеников против худого мнения о них в народе. Притом не сказал брань, но что гораздо ужаснее меч. Если сказано слишком тяжко и грозно, то не делитесь. Он не хотел приучить слух их к жестоким словам, чтобы они в трудных обстоятельствах не колебались. Поэтому и употребил такой образ речи, чтобы кто не сказал, что он убеждал их лестью, скрывая от них трудности. По этой причине даже и то, что можно было бы выразить мягче, Христос представлял более страшным и грозным. И действительно, лучше видеть легкость на самом деле, нежели на словах. Потому-то он не удовольствовался этим выражением, но, изъясняя самый образ брани, показывает, что она будет гораздо ужасней даже междуусобной брани. И говорит, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Не только, говорит, друзья и сограждане, но и сами сродники восстанут друг против друга. И между единокровными произойдет раздор. Ибо я пришел разделить человека. То есть брань будет не просто между домашними, но даже между теми, которые соединены искренней любовью и теснейшими узами. Это та особенная доказа и силу Христова, что ученики слышат такие слова. И сами принимали их, и других убеждали. И хотя не Христос был причиной этого, но злоба человеческая, тем не менее, говорит, что сам он делает это. Такой образ выражения свойственен Писанию. Так и в другом месте говорится, дал им Бог в очи, чтобы они не видели. Так говорит Христос и здесь. Чтобы ученики, как выше сказал я, предварительно привыкнув к такому образу речи, не смущались и среди самых поношений и обид. Если же некоторые и сочтут это тягостным, то пусть припомнят древнюю историю. И в древние времена было то же самое, чем и показывается особенное единство Ветхого Завета с Новым. И то, что здесь говорит тот же, который тогда давал заповеди. И у иудеев именно, когда слили тельца, и когда приобщились в Великую Гору, как скоро каждый умертвил ближнего своего, Бог прекратил гнев на них. Итак, где же утверждающие, что Бог тот был зов, а этот благ? Вот и этот Бог наполнил вселенную кровью родственников. Впрочем, мы говорим, что и это есть дело Великого Милосердия. Потому показывает, что Он же Сам одобрял и бывшее в Ветхом Завете вспоминает о пророчестве, которое, хотя не на этом случае сказано, однако объясняет то же самое. Какое же это пророчество? И враги человеку, домашние его. И у иудеев случилось нечто подобное. И у них были пророки и лжепророки. Бывали также и в народе разногласия. И да мы разделялись. Одни верили тем, другие другим. Поэтому пророк увещевая и говорит. «Не верьте каждой ближнему своему, не надейтесь на старейшин, и от сложительности твоей хранись, чтобы не сказать ей чего». Михея 7 в 6. А говорил это для того, чтобы тех, которые примут учение, поставить выше всего. Не смерть ведь зло, а худая смерть зло. «Потому и сказал, огонь пришел я низвести на землю». Говорят, он показывал силу и горячность той любви, какой требовал. Так как сам он много нас возлюбил, то хочет, чтобы и мы любили его столько же. А такие слова и апостолов укрепляли, возвышали в духе. «Если и ученики ваши, — говорил он, — будут оставлять сродников, детей и родителей, то каковы, подумай, должны быть вы, учители? Бедствия эти не кончатся на вас, но перейдут и на других. Так как я пришел даровать великие блага, то и требую великого послушания и усердия. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Видишь ли достоинство учителя? «Видишь ли, как он, повелевая все оставить долу, и любовь к нему предпочесть всему, показывает тем, что он есть единородный сын отца. И что говорить, — сказал он о друзьях и сродниках, «Если даже душу свою будет предпочитать любви ко мне, ты еще далек от того, чтобы быть моим учеником». Что же, не противно ли это древнему закону? Нет, напротив, весьма с ним согласна. И там Бог повелевает не только ненавидеть идолослужителей, но и побивать их камнями. А во второзаконе, похваляя таковых ревнителей, говорит, «Кто будет злословить отца и мать, тот смертью умрет. Если же Павел многое заповедует о родителях и велит во всем им повиноваться, не дивись. Он велит повиноваться им только в том, что не противно благочестии». В старозаконе 33.9 «Святое дело воздавать им всякое иное почтение. Когда же они потребуют более надлежащего, не должно им повиноваться. Потому у евангелиста Луки и говорится, «Если кто идет за мною и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и даже души своей, тот не может быть моим учеником». 14.26 Лука повелевает не просто возненавидеть, потому что это совершенно противозаконно. «Но если кто из них захочет, чтобы ты любил его более, нежели меня, в таком случае возненавидеть его за это, такая любовь и любимого и любящего губит». 15.386 «Так говорил он для того, чтобы и детей сделать мужественнее, и родителей, которые бы стали препятствовать благочестию уступчивее». Действительно, родители, видя, что Христос имеет могущество и силу отцаргать от них даже детей, должны были отступиться от своих требований, как невозможных. Вот почему, миновав родителей, он обращает речь к детям, научая через сто первых не употреблять бесполезных усилий, потом, чтобы они на это не досадовали и не скорбели, смотри, до чего простирает речь, сказавший, кто не возненавидит отца и мать, превосокупил и душу свою. И что, говорит, думаешь ты о родителях, о братьях, о сестрах и жене? Для всякого ничего нет ближе души своей, но если не возненавидишь и ее, то поступишь совсем не так, как любящий. Притом повелел не просто возненавидеть душу, но даже подвергнуться и войне, и битвам, не страшиться смерти и кровопролития. И кто не несет креста своего, идет след за мной, не достоин быть моим учеником. Не просто сказать, что должно быть готовым на смерть, но готовым на смерть насильственную, и не только насильственную, но и поносную. При этом ни слова не говорит о своих страданиях, чтобы после таковых уроков удобнее могли выслушать, что скажет о своих страданиях. Не должно ли удивляться тому, как у них при таких словах душа удержалась в теле, когда беды-то всюду были перед глазами, а награды только в ожидании? Как же удержалась? Велика была сила говорившего, велика и любовь слушающих. Потому-то, слыша гораздо тягостнейшее и прискорбнейшее, неужели, что слышали те великие мужи, нежели они, Моисея и Иеремия, пребывали послушными и нисколько не противоречили. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Видишь ли, как вредно любить душу более надлежащего, и как полезно ненавидеть ее. Так как требования Христа были тяжкие, поскольку он повелевал им восставать и против родителей, и детей, и против природы, и сродства, и против вселенной, и даже против собственной души, то обещает за это и награду самую великую. Это, говорит, не только не причинит вреда, но даже принесет величайшую пользу. Противное же тому будет пагубно. Так он и везде делает. Что для людей вожделенно, тема убеждает. Почему ты не хочешь возненавидеть душу свою? Потому ли что любишь ее? Поэтому самому и возненавидь, и тогда всего более принесешь ей пользы, и докажешь, что ты любишь. И заметь, какая здесь неизреченная премудрость. Он говорит о пренебрежении не родителей только и детей, но и души, которая всего ближе, чтобы необходимость первого очевиднее открылась и из необходимости другого. И чтобы они узнали, что они своим ближним доставят величайшую выгоду и пользу, когда то же самое приобретается для души, которая всего ближе. И так достаточно было и этого для убеждения людей принимать тех, которые послужат к их спасению. В самом деле, кто бы не принял со всем усердием мужевич, столь доблестных и неустрашимых, которые, как львы, обтекали вселенную и не брегли о всем, только бы спаслись другие. И однако Господь предлагает и другую награду показывать, что Он в этом случае более печется о принимающих, нежели о принимаемых. Хотя Он и отдает последним первую честь, говоря, «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Что может сравниться с честью принять Отца и Сына, но вместе с тем обращает Он и другое еще воздаяние. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Выше угрожал наказанием неприемлющим. А здесь назначают награду приниманием, чтобы ты знал, что об этих последних Господь более печется. Не просто сказал «приемлющий пророка» или «приемлющий праведника», но присовокупил во имя пророка и во имя праведника. То есть, если примет кого-нибудь по мирскому гостеприимству, или не по другим каким-либо мирским расчетам, но потому что он пророк или праведник, мзду пророка, мзду праведника примет, или какую достоин получить принявший пророка или праведника, или какую получит сам пророк или праведник, как и Павел говорит. «И ваш избыток ныне служит для их недостатка. Далее, чтобы никто не стал отговариваться бедностью, говорит, «И кто напоит одного из малышних только чашей холодной воды во имя ученика, и истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И если ты подашь только чашу холодной воды, что не потребует никакой издержки, то из-за нее положена тебе награда. Для вас, которые принимаете, я все сделаю». 388. «И видишь ли, какие он употребил убеждения, и как отверстен вход в домы и по всей вселенной. Во всей беседе своей он показал, что люди их должники. Во-первых, сказал, что трудящийся достоин награды своей. Во-вторых, посылал их ни с чем. В-третьих, подверг их вражде и браням за принимающих их. В-четвертых, дал он власть творить знамения, в-пятых, даровал он силу словом своим на домы принимающих не заводить мир, источник всех благ. В-шестых, не принимающим их, угрожал наказанием жесточе Содомского. В-седьмых, показал, что принимающий их принимает его и отца. В-восьмых, за принятие обещал награду пророка и праведника. В-девятых, из-за чашу студенной воды назначил великую награду. Каждая из этих причин сама по себе достаточно была к убеждению людей. В самом деле, скажи мне, кто со всей готовностью не отворил бы всех дверей своего дома для военачальника после многих побед, возвращающегося с брани и сражения, в виде его покрытого бесчисленными ранами и обогренного кровью? И кого же должно принимать? Скажешь, что показать это он присовокупил во имя пророка, ученика и праведника, давая всем знать, что он назначает награду не только по достоинству приемлемого, но и по расположению приемлющего. Так здесь он говорит о пророках, праведниках и учениках, а в другом месте повелевает принимать даже самых презренных, и тем, кто не принимает таковых, определяет наказание. И так, как не сделали вы этого одного из меньших сих, то не сделали мне. И о тех же меньших опять говорит, что принимающих принимает его самого. Пусть принимаемый тобой не ученик, не пророк, не праведник, но он человек, который с собой в одном живет в мире, одно и то же видит солнце, имеет такую же чашу, одного и того же владыку, приобщается одних и тех же с тобой таинств, к тому же призывается небу, и совершенно вправе требовать от тебя презрения, будучи беден, нуждаясь в необходимой пище. Между тем, теперь, когда приходят к тебе в дурную погоду люди с клейтами и свирелями, будят тебя от сна, напрасно и без дела беспокоят, то отходят от тебя с немалыми подарками. Раны те, которые носят ласточек, натираются сажи, и всех пересмеивают, получают от тебя награду за свои проказы. А если придет тебе бедный и станет просить хлеба, то ты наговоришь ему множество ругательств, будешь злословить, укорять за впраздности, осыпать упреками, обидными словами и насмешками, и не подумаешь о себе, что и ты живешь в праздности, однако же Бог дает тебе свои блага. Не говори мне, что ты и сам делаешь что-нибудь, но покажи мне то, чем занимаешься ты дельным и нужным. Если скажешь мне, что ты занимаешься торговлей, корчемничеством, стараешься отбережения и примножения своего имения, то я скажу тебе, что это не дело, а настоящие дела, милостыня, молитва, защищение обиженных и другие добродетели, которыми мы совершенно в жизни пренебрегаем. И однако же Бог никогда нам не говорил, так как ты живешь в праздности, я не буду освещать тебя солнцем, так как ты не занимаешься необходимым, и я погашу луну, заключу недра земли, остановлю озера, источники реки, а ты ему воздух, не дам дождей во время. Напротив, Бог все это доставляет нам в изобилии. Всем этим позволяет пользоваться не только живущим в праздности, но и делающим зло. Итак, если увидишь бедного и скажешь, мне досадно, что этот молодой, здоровый человек ничего не имеет, хочет прокормиться, живя в праздности, и может быть он еще и беглый слуга, оставивший своего господина, то все мной сказанное примени к себе, или лучше ему позволь сказать тебе со всей смелостью. И он может сказать тебе с большим правом. И мне досадно, что ты, будучи здоров, живешь в праздности, ничего не делаешь из того, что повелел тебе Бог. И, а как раб, бежавший от повеления своего господина, бродишь, будто по чужой стороне, проводя жизнь свою в пороках, в пьянстве, в невоздержанности, в воровстве, в хищничестве и в разорении чужих домов, ты укоряешь за праздность. А я укоряю тебе за худые дела, когда ты злоумышляешь, когда божишься, лжешь, похищаешь, когда делаешь тысячу подобных дел. 390. Впрочем, говорю, это не для того, чтобы защитить праздность. Совсем нет. Напротив. Очень желаю, чтобы все занимались делами, потому что праздность научилась всем порокам. А только увещеваю вас, не быть не милосердными и жестокими. Так и Павел, выразив сильное порицание праздности, и сказал, если кто не хочет трудиться, пусть и не ест. И не остановился на этих словах, но при высокопил. Чтобы не хулилась, ваше доброе. Но здесь, по-видимому, есть противоречие. Если ты не позволяешь праздным, даже и есть, то как ты увещеваешь нас подавать им? Я не противоречу себе, говорит апостол. Хотя я и повелел удаляться от живущих праздно, и сказал, да бы было из чего уделять нуждающимся, и не сообщать все с ними. Но я же опять показал, не считайте их врагами, но вразумляйте. Следовательно, нет противоречия в моих наставлениях, но они совершенно между собой согласны. Будь только готова оказывать милосердие, тогда бедный тотчас оставит праздность, а ты перестанешь быть жестоким. Но скажешь, нищий много лжет и притворяется. И в этом случае он достоин сожаления, потому что дошел до такой крайности, что даже не стыдится так лгать. А мы не только не имеем жалости, но еще присовокупляем такие жестокие слова. Не получал ли ты и раз, и два? Так что ж, уже ли ему не нужно опять есть, потому что однажды ел? Почему же ты не положишь такое же правило и для своего черева, и не говоришь ему, ты сыта была вчера и третьего дня, так и не проси ныне? Напротив, черева свое присыщаешь чрезмерно, а нищему, когда он просит у тебя и немногого, отказываешь, хотя должен был бы дать ему милостыню за то, что он каждый день принужден ходить к тебе. Если не чувствуешь других побуждений, то за это одно должен подать ему милостыню. Ведь крайняя бедность заставляет его делать это. Ты не имеешь к нему жалости, потому что он, слыша такие слова твои, не стыдится, но нужда сильнее стыда. Но ты не только не имеешь к нему жалости, а еще и издеваешься над ним. И тогда, как Бог поверил давать милостыню тайны, всенародно поносишь пришедшего, между тем, как надлежало бы оказать ему сострадание. Если не хочешь подать, то для чего еще укоряешь бедного и сокрушаешь его огорченное сердце? Он пришел к тебе, как в пристань, и просит руки помощи. Для чего же ты воздвигаешь волны и бурю делаешь свирепее? Для чего гнушаешься, не считая его? Пришел ли бы он к тебе, если бы знал, что услышит от тебя такие слова? Если же я наперед, зная это, пришел к тебе, то потому-то и надобно тебе сжалиться над ним и ужаснуть все своей жестокости, по которой ты, при виде самой крайней нужды, не делаешься сострадательно, не представляешь себе, что один страх голода служит для него достаточным оправданием и бесстыдствием. Но укоряешь его за бесстыдство, хотя сам ты часто бывал несравненно бесстыднее и в важнейших делах. В нужде и бесстыдство простительно. Между тем мы часто делая то, за что бы надлежало нас наказать, не стыдимся. И тогда, как нам, помышляя о таких делах, следовало бы смириться, мы нападаем на бедных. Они просят у нас врачевства, а мы прибавляем им ран. Если не хочешь дать, то для чего и бьешь? Если не хочешь оказать милость, то для чего и обижаешь? Но он без того не отойдет. Так поступи, как повелел мудрый, отвечая ему мирно, скротостью, стерах 4.8. Он не по своей воле поступает так бесстыдно. Поистине нет человека, который бы без всякой нужды захотел сделать все бесстыдным. И хотя бы представляли тысячи доказательств, никогда не поверя, чтобы человек, живущий в изобилии, решил сопросить милостыни. Итак, никто не уверяй нас в противном. Если и Павел говорит, что если кто не хочет трудиться, тот и не ешь, то говорит это нищим, а не нам. Нам он напротив говорит, делая добро, да не унываем. Так мы поступаем и в домашних делах. Когда двое ссорятся между собой, и отведя каждую сторону, даем им противоположные советы. Так поступил и Бог, так поступил и Моисей, который так говорил Богу, что если ты не простишь им грех, то изглати меня из книги жизни. А израильтянам повелел убивать друг друга, не щадя даже родственников. Хотя эти действия одно другому противоположны, однако что и другое клонилось к одной цели. Так же Бог говорил и Моисей, оставь меня, и стреблю народ. Что иудеи слышали, хотя в то время, когда Бог говорил это, их тут не было, но они должны были услышать об этом после. А тайна внушает тому противное, что после Моисей вынужден был обнаружить, говоря так, «Разве я их зачал в утробе? Что говоришь мне? Возьми их!» Числа 11-12. Тоже бывает и в семейной жизни. Часто отец учителю за суровые поступки с сыном наедине делает такой выговор, «Не будь суров и жесток!» А сын между тем говорит другое, «Хотя бы тебя несправедливо наказали, терпи!» И такими двумя противными советами достигает одной полезной цели. Так и Павел. Тем, которые здоровы и просят милости, не говорит, «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь, чтобы заставить их трудиться». А тем, которые в состоянии благотворить, так говорит, «Вы же, делая добро, не унывайте, чтобы побудить их к милосердию». Так и в послании к римлянам, когда уверовавших изыщников убеждает, не гордится перед иудеями и представляет в пример дикую маслину, по-видимому, говорит, «Одним то, другим другое». И так не будем же сокосерды, но исполним сказанное Павлом, «Делая добро, да не унываем, исполним сказанное самим Спасителем, просящему всякому у тебя, дай, и будьте милосердны, как Отец ваш». Давая многие другие заповеди, и Господь не присовокупил таких слов, а употребил их, говоря только о милостыне. «Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность». Лука 6, 36, 2 Фисаникисом 3, 13. 392. «Но нет бесстыдней бедного, говоришь ты. Почему же, скажи? Потому ли, что он, подбегая к тебе, кричит, но хочешь ли докажу, что мы гораздо бесстыднее и наглее нищих? Вспомни, сколько раз случалось и в нынешний пост, когда вечером стол был уже накрыт, и позданный тобой у слуга приходил нескоро, ты все прокидывал, толкая, броняя и ругая его за малое промедление, хотя верно знал, что если не тотчас, то немного спустя утолишь свой голод. Однако ты не называешь себя бесстыдным, когда от малости приходишь в бешенство, а нищего, который страшится и трепещет, большего зла, потому что страшится не медленности, а голода, называешь дерзким, наглым и бесстыдным и даешь ему всякие поносные имена. Не крайне ли это бесстыдство? Но мы о том не рассуждаем, потому и считаем нищих для себя несносными. Но если бы мы разбирали свои поступки и сравнили бы себя с нищими, то не стали бы говорить, что они нам в тягость. Не будь же жестоким судьею. Хотя бы ты был чист от всех грехов, то и в таком случае законом Божиим запрещено тебе строго судить о чужих проступках. Если фарисей через это погиб, то какое извинение будем иметь мы? Если людям неукоризненной жизни запрещено строго судить проступки других, то тем более грешникам. Итак, не будем жестоки, бесчеловечны, неумолимы, бесчувственны. Не будем злее зверей. Я знаю многих, которые дошли до такого зверства, что из одной ленности оставляют голодных без помощи, отговариваясь так. Теперь нет у меня слуги. Домой идти далеко, а разменять не у кого. Какая жестокость! Больше ты обещал, а меньшего не делаешь. Уже ли ему истаивать голодом, потому что тебе не хочется пройти несколько шагов? Какая гордость! Какая спесь! Если бы тебе надлежало пройти десять стадий, то зачем лениться? А не подумай, что за то было бы тебе больше награды. Когда подашь, то получишь награду только за подаяние, а когда сам пойдешь, то за это тебе будет другая награда. Так и патриарх удивимся, потому что он имеет триста восемнадцать домочадцев, сам побежал в стадо и взял тельца, а ныне некоторые до такой степени надуты с песью, что без стыда употребляют на то слуг. Но скажет иной, ты велишь самому мне делать это? Не сочтут ли меня тщеславным? Да и теперь ты так же водишься тщеславием, только иным, когда стыдишься разговаривать при других с нищим. Но спорить о том не буду, сам ли через других ли, как хочешь, только подавай милостыню и не укоряй, не бей, не бронись. Нищий, приходя к тебе, надеется получить врачебство, а не раны, милостыню, а не побои. Скажи мне, если в кого бросят камнем, и он с раной на голове весь в крови, мимо всех других пробежит под твою защиту, уже ли ты кинешь в него другим камнем и нанесешь ему другую рану? Не думаю, чтобы ты так поступил. Напротив, верно постараешься нанесенную ему рану излечить. Для чего же ты с бедными поступаешь не так? Уже ли ты не знаешь того, сколько и одно слово может или ободрить, или привести в уныние? Лучше говорится слово, нежели даяние. Серахов 18.16. Уже ли не рассудишь, что ты сам на себя подъемлешь меч и наносишь себе жесточайшую рану, когда обруганный тобой нищий пойдет от тебя безмолвно, вздыхая и обливаясь слезами? Нищая посылает к тебе Бог. И так, обижая его, подумай, кому делаешь обиду, когда сам Бог его посылает к тебе и тебе велит подавать, а ты не только не подаешь, но еще и ругаешь пришедшего. Если же не понимаешь, как это худо, то посмотри на других, и тогда хорошо узнаешь всю важность своего преступления. Если бы твой слуга по твоему приказанию пошел к другому слуге взять у него твои деньги и возвратился к тебе не только с пустыми руками, но еще жалуясь на обиду, то чего бы ты не сделал обидевшему, какому бы не подверг его наказанию, будучи как бы сам лично им обижен, так точно судья Боге. Он сам посылает к нам нищих, и когда мы даем, даем Божие. Если же ничего не подавши, гоним его от себя с бранью, то подумай, сколько громов и молний достойны мы за такое дело. Помышляя о всем этом, обуздаем язык, перестанем быть жестокосердами, прострем руки для подаяния милостыни, и будем не только снабжать бедных имуществом, но и утешать словами, чтобы избегнуть нам и наказания за злословие и наследовать царство за благословение и милостыню благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.